Видеоспорт мотоспорт Мастер спорта Второго разряда Евгений Плетюхин И стартовый номер восьмой Кандидат в мастера спорта Виталий Матвеев Команда Лукоил На эту гонку заявлена в таком составе Стартовый номер девятый Мастер спорта международного класса Михаил Старостин Стартовый номер десятый Спортсмен первого разряда Ренат Гафуров Стартовый номер одиннадцатый Мастер спорта Талгат Галеев Стартовый номер двенадцатый Мастер спорта Эдуард Шайхуллин Стартовый номер тринадцатый Мастер спорта Флюр Калимуллин Стартовый номер четырнадцатый Спортсмен первого разряда Станислав Маминев Стартовый номер пятнадцатый Мастер спорта Константин Корнев И стартовый номер шестнадцатый Кандидат в мастера спорта Сергей Филюшин Сегодняшняя гонка восьмая по счету В командном чемпионате России девяносто девятого года Причем саловатцы проводят только свой второй матч А октябрьцы уже четвертый Поясню, что по календарю всего запланировано двадцать встреч И каждая из команд участниц должна принять старт в восьми поединках Итак, на старте первая четверка гонщиков По первой дорожке в желтом на шлемнике Олег Юдахин И по третьей в белом Радик Тибеев Это пара гостей и пара хозяев По второй в красном на шлемнике Михаил Старостин И по четвертой в синем Ренат Гафуров Михаил Старостин чуть впереди Олега Юдахина И на выходе из поворота гонщик Лукойла закрепился на первом месте в заезде А третьим едет Ренат Гафуров Ренат выходит на большой радиус в надежде достать Олега Юдахина Однако пока более опытный соперник не досягаем Замыкает четверку гонщиков на дистанции юниор Салавата Радик Тибеев Для которого, кстати, эта гонка только вторая в его спортивной карьере Как, впрочем, и для других юниоров этой команды Евгения Плетюхина и Михаила Витрика Для Витрика это третья гонка Правда, и Тибеев, и Витрик уже неоднократно стартовали в соревнованиях В классе мотоциклов 125 сантиметров кубических А тем временем Ренат Гафуров вплотную приблизился к Олегу Юдахину И на выходе из поворота ему удается поравняться с соперником Бок-обок гонщики проехали прямую И в начале четвертого круга Ренат занял таки вторую позицию До финиша остается 200 метров Впереди гонщики Лукойла И вряд ли уже что-нибудь изменится на дистанции Ну что ж, хозяева начинают матч с мажорной ноты Михаил Старостин 3 очка Ренат Гафуров 2 Олег Юдахин 1 И Радик Тибеев 0 5-1 в пользу Лукойла После первого заезда Положение в турнирной таблице чемпионата Перед этой гонкой следующее На первом месте Тольяттинская Мегалада 4 встречи 6 очков Второе место занимает Октябрьский Лукойл С четырьмя очками после трех гонок На третьей строчке Локомотив Из Доугавпилса Три матча 3 очка У Владивостокского Востока Одну очку после трех гонок Ну и замыкает таблицу команда Салават Не имеющая ни одного балла На старте уже участники второго заезда В порядке занятых дорожек Альберт Латыпов, Талгат Галеев, Марат Куюков и Эдуард Шайхулин Альберт Латыпов, выступающий в этом сезоне за Салават, возглавил гонку И справа его преследуют Талгат Галеев в красном на шлемнике И Эдуард Шайхулин в синем И уже в конце первого круга Талгат опережает таки своего бывшего одноклубника И выходит на первое место в заезде За ним следует Альберт Латыпов Эдуард Шайхулин А Марат Куюков сошел с дистанции Но стоит ли напоминать октябрьским болельщикам О том, что ныне выступающие за клуб из Салавата Альберт Латыпов и Марат Куюков Являются воспитанниками октябрьской школы спидвея Однако в последние годы в Лукоэле Довольно серьезная конкуренция за место в основном составе И вот так Альберт с Маратом оказались в команде Салават Как и двое других воспитанников октябрьского спидвея Виталий Матвеев и Рузиль Валиев А на треке по-прежнему лидирует Талгат Галеев За второе место ведут борьбу Альберт Латыпов И Эдуард Шайхулин Вдоль внутренней бровки Эдуард опережает своего соперника И таким образом финишную черту спортсмены пересекают в следующем порядке Первый Талгат Галеев Он зарабатывает три очка Второй Эдуард Шайхулин Два И третий Альберт Латыпов Он привозит в копилку гостей одну очко Вновь 5-1 в заезде И общий счет 10-2 в пользу Лукоэла Кроме выше названной четверки Матвеев, Латыпов, Валиев и Куюков Еще один гонщик из Октябрьского стартует в этом сезоне за клуб из другого города Это Марат Маликов Защищающий цвета команды Восток В общем-то, Октябрьцам при таком обилии гонщиков В пору выставлять сразу две команды в чемпионате России Думается, это было бы на пользу и болельщикам, и самим спортсменам Особенно молодым Третий заезд в порядке занятых дорожек Флюр Калемулин, Михаил Витрик, Станислав Маминев и Рузиль Валиев И Михаил Витрик совершил касание стартовой ленты И по правилам исключается из заезда Итак, Рузиль Валиев сейчас будет в одиночку сражаться Сразу с двумя соперниками из команды Лукоил Напомню, в предыдущих заездах салаватцам удавалось лишь размочить счет Итак По первой дорожке в красном нашлемнике Флюр Калемулин По третьей в синем Станислав Маминев И гонщик команды Салават По четвертой дорожке в желтом нашлемнике Рузиль Валиев И вновь спортсмены октябрьской команды впереди Флюр Калемулин лидирует, за ним Станислав Маминев Но на противоположной от старта прямой Рузиль Валиев догоняет юниора Лукоила И выходит на второе место Но тут же падает, уступая свою позицию Станиславу Маминеву Рузиль продолжает гонку, но теперь уже далеко Отстав от Флюра Калемулина и Станислава Маминева К слову сказать, для Маминева это первая гонка в его карьере В составе октябрьской команды Лукоил в чемпионате России Спидвеем Станислав занимается всего третий год И, наверное, все главные спортивные достижения у него еще впереди Но все же надо отметить, этот парень умеет добиваться поставленной цели Чего стоит только его выступление в финале чемпионата России среди юниоров Который состоялся за три дня до отчетной гонки И Станислав Маминев занял там шестое место, набрав 9 очков Что является безусловным успехом для 18-летнего спортсмена В третьем заезде Станислав Маминев очевидно финиширует вторым Зарабатывает два очка Победитель Флюр Калемулин на ваших экранах получает три очка Ну и по традиции лишь на третьей позиции финиширует гонщик команды Салават Рузиль Валиев Вновь 5-1 в пользу хозяев А итог первой серии 15-3 Безоговорочное преимущество Лукоила Падение Рузиль Валиева мы с вами наблюдали на повторе И теперь переходим к четвертому заезду В котором Жеревий свел следующих гонщиков По первой дорожке в синем нашлемнике Константин Корнев И по третьей в красном Талгат Галеев Это пара хозяев и пара гостей По второй дорожке в желтом нашлемнике Виталий Матвеев И по четвертой дорожке в белом нашлемнике Евгений Плетюхин Последние секунды перед стартом И Виталий Матвеев выигрывает старт Но гонщики Лукоила преследуют его сразу по двум направлениям Константин Корнев вдоль внутренней бровки И Талгат Галеев по большому радиусу Константин Корнев на очередной прямой В буквальном смысле слова атакует Виталия Матвеева И тем самым открывает путь вперед и себе И своему напарнику Талгату Галееву И так на втором круге гонщики едут в такой последовательности Первый Константин Корнев, второй Талгат Галеев И далее Виталий Матвеев и Евгений Плетюхин Константин Корнев на ваших экранах Новоиспещенный чемпион России среди юниоров Всего три дня назад в Салавате он был удостоен этого звания И вот довольно уверенно начинает и сегодняшнюю гонку На пьедестал подсчета молодежного первенства страны Константин зашел не впервые В 98 году он был бронзовым призером И вот сделал вполне закономерный шаг вперед Последние три года Константин Корнев Неизменно участвует в чемпионатах мира среди юниоров Причем в 97 и 99 доходил до полуфиналов И хочется верить в 2000 году в последний юниорский сезон Константин сумеет пробиться в финал В 97 Корнев выступал в Кубке Европы среди юниоров до 19 лет Прообразе нынешнего молодежного чемпионата Европы А в командных чемпионатах России Константин Корнев становился чемпионом В 97 и серебряным призером в 98 в составе Октябрьского Лукойла Хотя спидвеем начинал заниматься в Уфе под руководством своего отца знаменитого Николая Корнева В четвертом заезде Константин Корнев получает 3 очка От Алгат Галеев 2, Виталий Матвеев 1 И Евгений Плетюхин 0 Вновь 5-1 в заезде, а общий счет 24 в пользу хозяев И в борьбу вступают участники пятого заезда В порядке занятых дорожек Радик Тебеев, Ренат Гафуров, Рузель Валиев и Флюр Калемулин Вперед выходит дуэт Октябрьцев Ренат Гафуров в синем на шлемнике и Флюр Калемулин в красном На третьей позиции Рузель Валиев и замыкает квартет гонщиков Радик Тебеев Флюр Калемулин к концу первого круга захватывает лидерство Но Ренат Гафуров по малому радиусу догоняет своего более опытного товарища по команде И в итоге выходит на первую позицию Таким образом на дистанции гонщики расположились в следующем порядке Первый Ренат Гафуров, второй Флюр Калемулин Третий Рузель Валиев и четвертый Радик Тебеев Ренат Гафуров на ваших экранах Еще один из героев чемпионата России среди юниоров Всего за два года Ренат прошел путь от своей первой тренировки на гаревом треке До четвертого места в молодежном первенстве страны Более того, Ренат имел прекрасный шанс побороться и за золотую медаль Но в решающем 20-м заезде упал и практически только поэтому остался за чертой призеров Вообще нынешний молодежный чемпионат России прошел под знаком явного превосходства юниоров Октябрьского Лукойла Как я уже сказал, золото досталось Константину Корневу, серебро Денису Сайфуддинову Четвертое место занял Ренат Гафуров, шестое Станислав Маминев, девятое Марат Маликов и четырнадцатый Денис Гизатуллин И конечно же основная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Октябрьского клуба Равилю Мирзагитовичу Готиятову и тренеру юниоров Николаю Леонтьевичу Платонову Итак, фиксируем результаты пятого заезда Ренат Гафуров три очка, Флюр Калимулин два, Рузиль Валеев одно и Радик Тебеев ноль Привычные 5-1 в заезде и 25 на 5 в матче И переходим к шестому заезду В порядке занятых дорожек Альберт Латыпов, Эдуард Шайхулин, Олег Юдахин и Михаил Старостин Затягивается подготовка к старту Лидерство захватывает Эдуард Шайхулин, второй Олег Юдахин На третье место выходят Михаил Старостин и четвертый Альберт Латыпов Михаил Старостин уже опередил Олега Юдахина И вновь на первых двух позициях гонщики Лукойла Олег Юдахин сходит с дистанции И заезд продолжает всего три гонщика За неделю до сегодняшнего матча При одном сходе Сергей Чекмарев 7 плюс 2 бонуса в пяти заездах И Илья Бондаренко 7 плюс 1 бонус в четырех заездах Травму получил в той гонке Дмитрий Егоров Один из основных предполагаемых соперников башкирских юниоров Перелом ключицы не позволил Волжанину выступить в Салавате И между прочим с травмой стартовал на финале молодежного первенства и наш Денис Ифудинов Но и это не помешало ему пробиться в тройку призеров Ну а в сегодняшнем матче продолжают свое триумфальное шествие гонщики Лукойла Эдуард Шайхулин Три очка Михаил Старостин Два, Альберт Латыпов одно И Олег Юдахин сход с дистанции И разрыв в счете все увеличивается Три из-за неполадок с техникой И применительно к этому Михаил Старостин кроме двух основных очков за второе место в заезде Получает дополнительно один бонус Так как Лукойл выиграл этот заезд со счетом 5-1 И Михаил финишировал непосредственно за своим напарником Эдуардом Шайхулиным Тринадцатый заезд По первой дорожке в синем нашлемнике Ренат Гафуров И по третьей в красном Сергей Филюшин Это пара хозяев и пара гостей По второй дорожке в белом нашлемнике Альберт Латыпов И по четвертой в желтом Олег Юдахин Со старта вперед уходят гонщики команды Салават Олег Юдахин по большому радиусу прорывается на первую позицию Второй Альберт Латыпов И далее Ренат Гафуров и Сергей Филюшин Гости захватили инициативу в заезде И теперь октябрьцам будет очень сложно Уже в начале второго круга Ренат Гафуров по внешней траектории Атакует Альберта Латыпова И разъединяет дуэт соперников на треке Но впереди по-прежнему Олег Юдахин Впервые в сегодняшнем матче Салаватцы близки к победе в заезде Ведь предыдущие 12 неизменно заканчивались в пользу хозяев дорожки Сергей Филюшин пробует повторить маневр своего одноклубника Рената Гафурова Но Альберт Латыпов удерживает третью позицию А впереди Ренат Гафуров По пятам преследует Олега Юдахина И остается четвертый круг Несмотря на все старания хозяев пока перевес в заезде На стороне салаватцев В последний поворот Ренат Гафуров Вкатывается вплотную за Олегом Юдахиным Но лидер Салавата неуязвим Зато Сергей Филюшин Благодаря чересчур опасной атаке по большому радиусу Практически касаясь борта Все же прорвался на третью позицию Опередив Альберта Латыпова на финише Пожалуй самый красивый заезд сегодняшних соревнований Первая ничья в гонке И впервые три очка зарабатывает спортсмен Салавата Олег Юдахин Правда надо отметить и Альберта Латыпова Который больше круга сдерживал натиск Рената Гафурова А Сергею Филюшину уступил буквально на финишной прямой И конечно добрых слов заслуживают октябрьцы Ренат Гафуров два очка И Сергей Филюшин одно основное плюс один бонус Но подчеркиваю это никак не сказалось на счет в матче 58-18 Лукоил впереди 14-й заезд В порядке занятых дорожек Виталий Матвеев Талгат Галеев Марат Куюков И Флюр Калимулин Ну что ж уже на входе в первый поворот Октябрьцы впереди салаватцев Талгат Галеев вдоль внутренней бровки И справа от него Флюр Калимулин Ближе к ограждению трека На третьей позиции Виталий Матвеев И замыкает квартет на дистанции Марат Куюков Лидеры Лукоила демонстрируют командную систему ведения борьбы на дорожке Хотя в общем-то никакой надобности в этом нет Как говорится игра в одни ворота продолжается И не так уж часто в спидвее случается такой крупный счет как сегодня Если опять-таки возвращаться к истории То с момента вхождения Октябрьского клуба в высшую лигу бывшего Советского Союза То есть с конца 70-х годов Самый крупный счет на стадионе «Нефтяник» был зафиксирован в 1982 году Тогда наша команда разгромила ленинградскую баррикаду 87-17 Причем лишь один заезд завершился в ничью А в остальных победили хозяева И кстати в четырех заездах со счетом 5-0 А совсем недавно в 1997 году Лукоил в Октябрьском по всем статьям опередил латвийский локомотив 67-22 Тогда тоже всего в двух заездах была зафиксирована ничья А в оставшихся перевес был на стороне башкирских джигитов Мало чем отличается и сегодняшняя гонка В 14-м заезде очки распределились следующим образом Флюр Калимуллин 3, Талгат Галеев 2, Виталий Матвеев 1 и Марат Куюков 0 5-1 в заезде и перед последним стартом дня счет в гонке 63-19 в пользу хозяев трека И если сейчас октябрьцы выиграют заезд с максимальным счетом То они установят своеобразный рекорд Будет зафиксирован самый крупный счет за всю историю чемпионатов России Эдуард Шайхулин и Альберт Латыпов ведут спор за лидерство в заезде И вперед выходит гонщик Лукойла А за третье место позиционную борьбу выигрывает Михаил Старостин И замыкающий на треке Олег Юдахин Эдуард Шайхулин сегодня просто неудержим Только во втором заезде он финишировал вторым Да и то вслед за своим напарником Талгатом Галеевым В остальных Эдуард неизменно впереди вереницы гонщиков Альберт Латыпов по-прежнему разделяет дуэт хозяев на дорожки И вот только сейчас в начале третьего круга Михаил Старостин Опередил гонщика команды Салават И тем самым поставил все точки над «и» в сегодняшней гонке Ведь до финиша остается всего один круг Между тем Олег Юдахин сошел с дистанции Видимо по причине неисправного мотоцикла А остальные спортсмены приближаются к финишной черте В следующем порядке Первый Эдуард Шайхулин Он получает три очка в этом заезде Второй Михаил Старостин два И третий Альберт Латыпов одно Заключительный заезд гонки завершился со счетом 5-1 И окончательный итог матча 68-20 в пользу команды «Лукойл» И таким образом сегодня октябрьцы установили новый рекорд Одержав самую крупную победу в чемпионатах России С того момента, как они разыгрываются по двухкруговой системе То есть начиная с 1994 года На ваших экранах вы видите результативность гонщиков команд с учетом бонусов У октябрьцев, я думаю, трудно даже кого-либо выделить Все проехали достаточно ровно А вот в команде «Салават» все же, на мой взгляд, лучше других выглядели Олег Юдахин и Альберт Латыпов На этом мы с вами прощаемся Всего вам доброго и до новых встреч на канале «Студия-1» Субтитры подогнал «Симон» «Студия-1» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Студия-1»